Вместо снесенного бассейна дельфин в Гомеле построят новый. Жители беспокоятся, не вырубят ли из-за этого деревья. Гомельчанин узнал, что уже 12 лет воспитывает не своего ребенка. Теперь он хочет получить компенсацию морального вреда от неверной супруги. А еще Беларусь с начала года потеряла почти 50 тысяч работников. Всем привет! Сегодня 29 августа. Меня зовут Алексей Шкуров. В вечернем выпуске сильных новостей я расскажу о главных событиях уходящего дня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Погнали! Вместо снесенного бассейна дельфин в Гомеле построят новый. Жители беспокоятся, не вырубят ли из-за этого деревья. Как стало известно, предполагаемым местом для нового объекта может быть квер у спортивного комплекса «Динамо» по улице Волгоградской, 14. При этом зеленые насаждения сквера могут подлежать сносу. Впрочем, концепция этого проекта пока не разработана, общественные обсуждения не объявлены. На сайтах Гомельской городской администрации и администрации советского района никаких сведений об этом нет. Возможно, сквер у «Динамо» это только одно из возможных мест для нового бассейна. Однако некоторые гомельчане выражают беспокойство уже сегодня. Конечно, бассейн — дело хорошее, но местные жители любят отдыхать в этом сквере. Особенно мамы с детьми. При этом как в целом Гомель, так и советский район существенно отстают от утвержденных норм озеленения, как городского, так и районного значения. В администрации советского района сообщили, что бассейн действительно будет возводиться и на улице Волгоградской на территории школы номер 38. Но точных данных о том, будет ли при этом затронута зеленая зона, пока нет. Проектная документация еще не поступала. В администрации заверили, что в любом случае снесенные объекты растительного мира компенсируются новыми посадками. Посмотрите, как вчера гомельчане провели время во внутреннем дворике ДК фестивальной. Там организовали праздник городской культуры «Территория времени». Он собрал не только любителей музыки, танцев, но и просто желающих классно провести время. Организаторы подготовили кино под открытым небом. Должны были выступить и любители паркура, но здесь в дело вмешалась погода. А вот световое шоу все же состоялось. Несмотря на непогоду, а внутренний дворик собрал немало гомельчан. Некоторые фотографии, которые прислали наши читатели, мы опубликовали. Щекотливая история. Гомельчанин узнал, что 12 лет воспитывает не своего ребенка. Теперь он хочет получить компенсацию морального вреда от неверной супруги. По словам мужчины, 12 лет назад под предблогом беременности его заставили жениться, пишет Белка. А сейчас ему сказали, что ребенок не его. Он обратился к адвокату. Можно ли в этом случае получить компенсацию морального вреда? На вопрос мужчины ответила адвокат Олеся Шабельник. Она сказала, что моральный вред подлежит компенсации во всех случаях, когда он причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права. Примерный перечень нематериальных благ содержится в пункте 1 статьи 151 Гражданского кодекса. К ним относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и другие. Таким образом, законодательством не предусмотрена возможность взыскания материальной компенсации морального вреда в этом случае. Как думаете, справедливо? В добруше пенсионера разозлило, что дети слишком шумно играли во дворе и предразнивали его. Одного мальчишку мужчина ударил головой об скамейку, а второго оттаскал за волосы. Как все было? Вечером. На улице Полевой во дворе жилого дома играли малолетние дети, пишет телеграм-канал «Обратная сторона». Они веселились и шумно придумывали новые забавы. Их беготня и крики не понравились 62-летнему пенсионеру. Он вышел из дома, чтобы успокоить надоевшую ребятню. Однако из-за заболевания у него имелся дефект речи, и вместо крика у него получилось что-то вроде шипения в адрес ребят. Эти замечания только разодорили малышей, и они стали передразнивать мужчину. Он вышел из себя, схватил одного мальчика и ударил головой о скамейку, схватил за волосы второго, а после погнался за остальными. По итогу испуганные дети разбежались. Мать одного из них позвонила в милицию. Теперь пенсионеру грозит уголовка за хулиганство, а это до трех лет тюрьмы. В Светлогорском районе из-за обмельчания реки паром сел на мель. С 26 августа паромная переправа в Паричах не работает. Из-за жары и отсутствия дождей обмелела Березина, сообщает Ранок. По информации ДУ-44 паром возобновит работу, как только уровень воды в реке поднимется. К новостям страны. В Беларуси продолжает сокращаться число занятых в экономике, а в июле их насчитывалось 4 миллиона 197 тысяч 200 человек. Это следует из данных Белстата. Это на 9800 человек меньше, чем месяцем ранее. А если сравнивать июльские данные с январскими, то страна потеряла 47 тысяч 400 работников. Этот показатель по числу занятого населения в экономике – новый исторический минимум. Скорее всего, это связано с выходом большого числа беларусов на пенсию. Не исключено, что свою роль продолжает играть миграция населения. Литва достроила забор на границе с Беларусью. Его протяженность почти 502 километра. Об этом сообщило агентство БНС. 29 августа. Последние сегменты установили на выходных 27-28 числа. Сейчас специалисты устраняют мелкие дефекты, восстанавливают дороги и строительные площадки. Напомним, правительство Литвы решило возвести на границе ограждение из-за наплыва нелегальных мигрантов в 2021-м. Там обвинили в этом власти Беларуси и назвали гибридной атакой. А белорусским водителям стали приходить письма счастья из России. В начале года две страны заключили соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Теперь письма счастья для нарушителей ПДД найдут своего адресата даже в соседней стране. Уполномоченные органы уже начали направлять запросы с указанием нарушения избранного судом взыскания, а также личные данные физлица. Штрафы будут взыскивать в национальной валюте той страны, где находится сам нарушитель. Ну и в заключении немного жутковатого. Летучие мыши облюбовали квартиру в Бресте. Пришлось вмешиваться с спасателем. Сообщение о том, что в квартире по улице Московской в Бресте поселились летучие мыши поступило вечером 27 августа. На фото можно насчитать не менее 25 незваных гостей. Пасатели их отловили и отпустили в природную среду обитания. О пострадавших людях или летучих мышах не сообщается. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров и до встречи на сильных новостях уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok